Главной темой остается ситуация в Приморье, где ликвидируют последствия мощного паводка. На месте работают более тысячи спасателей и сотни единиц техники. В зоне подтопления около двух с половиной тысяч домов. Восемь населенных пунктов, отрезанные от большой земли. Уже начали работу специальные комиссии по оценке ущерба. Проверку по факту ЧП проводит прокуратура Приморского края. Тем временем появляются новые сообщения о пропавших без вести. В Уссурийске ищут пожилого мужчину, который вышел из дома в самый разгар стихии и не вернулся. В зоне бедствия работает наш корреспондент Макар Руденчик. Вся последняя информация в его репортаже. Толстый слой грязи и ила. Тут везде стояла вода. Спасатели начали уборку там, где паводок уже отступил. В первую очередь помощь пришла на социально значимые объекты Уссурийска. Это садики, школы. Также будет производиться откачка с подвалов воды. В дальнейшем планируем производить, как сойдет спад воды. Значит, будем осуществлять расчистку придомовых территорий, частных подворий. Проводить адресную помощь населению. Генеральная уборка предстоит во всем городе. Например, на улице Урицкого жители начали сушить гаражи и автомобили, которые еще вчера стояли по крыше в воде. Много что испорчено. Бытовая техника, компьютеры, принтеры, сканеры. Там вот у меня кофемолка, кофеварка. Больше всего от паводка пострадали частные подворья в низинных районах Уссурийска. Дома и гаражи по-прежнему остаются в воде. Она уходит, но медленно. Передвигаться по этим улицам до сих пор можно только на лодках. Частично разрушены дороги и коммунальные сети. Рабочие и бригады с самого утра устраняют последствия. От удара стихии в Уссурийске пострадали 1200 дворов, а в селах вокруг города 1400. Ущерб от паводка еще только предстоит подсчитать. Создано 7 комиссий, которые начнут обследование и подсчет ущерба с 9 августа 2017 года. Всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта. Подтоплено свыше 2000 жилых домов с населением более 13 тысяч человек. И 2500 придомовых территорий. Все пострадавшие получат компенсации из краевого бюджета. На восстановление поврежденного дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, граждане получат помощь в размере 25 тысяч рублей. За утрату урожая на земельном участке граждане получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Они у вас утратили полностью, либо частично земельный участок пострадал полностью, либо полностью подчеркиваем. Почти у каждого здесь полностью утонуло имущество и огороды, пострадавшие с утра в администрации. Пишут заявление на возмещение ущерба. У нас вода шла с сопок, прям потоком. Она прям в хату, через двери, через окна заходила, там прям на дорогу очень сильно. Ну там кошмар было, во дворе вообще вот так вот. Он непригоден, там ужас, что творится. Там еще вода стоит. Сегодня удалось полностью восстановить прерванное вчера автомобильное сообщение с Хасанским районом. Продолжаются ремонтные работы на участке Транссиба между Уссурийском и Владивостоком. На помощь железнодорожникам прибыли военные специалисты из Хабаровска. Министерство обороны выделило два плавающих транспортера и грузовики для оказания помощи в подтопленных районах. Разбор завалов и восстановление дорог начнутся там сразу, как уйдет вода. Сегодня синоптики дают обнадеживающий прогноз. Осадки в ближайшие дни не ожидаются. Макар Уденчик, Ян Савицкий и Дмитрий Климов. Первый канал. Приморский край.